всем привет дорогие друзья и как я обещала я расскажу о моей ситуации о созависимости о том как получилось как и попала в это болото по-другому я не могу сказать и как я начинаю от него из этого болота выбираться начну сразу с того что такое созависимость поэтому наливайте как я чайку и давайте разбирать по порядку я буду заглядывать свою шпаргалку потому что психология это не мой профиль я педагог но психологии я так или иначе касаюсь и так созависимые отношения это нездоровая привязанность одного человека к другому это не имеет ничего общего с любовью с жертвенной любовью с большой сильной крепкой и как там ничего в этом нет любви в этом нет абсолютно а созависимость это прежде всего отказ одного человека от себя и погружение в другого человека полностью как и произошло моем случае когда я думаю что отношения будут с человеком как с духовником с человеком близким по мыслям чувствам и тому подобное оказалось все совсем наоборот и мы с этим человеком были настолько связаны в разных сферах жизни у нас были общие интересы вот но получилось так что я перестала просто автономно существовать и случалось это к сожалению не один раз вот последняя зависимости от другого человека она была настолько велика что я никак не могла из него выбраться я не могла применять самостоятельное решение что я буду делать куда я пойду не то что мне это запрещали я не могла это делать внутри не могла выбрать другую одежду не могла планировать куда я могу пойти я не могла планировать как-то свои праздники мне все время нужно было ссылаться на этого человека я чувствовала себя просто ужасно и в конце концов я перестала существовать вообще как личность меня просто стерли я приходила с ребенком детскую студию и мне преподаватели говорили что в моих глазах нет жизни и действительно я не хотела жить я уже несколько лет не хотела жить в чем один раз у меня все это настолько допекло я настолько не справлялась с психологической нагрузкой с физической усталостью что я просто открыла балконную дверь это был февраль и где-то не знаю там затылком я просто я почувствовал скорее всего эту волну потому что я ничего не слышала я ничего не видел просто открыла балконное окно падал снег это был шестой этаж я затылком почувствовал что мой ребенок кричит и тогда я просто вернулась к себе и да я продолжил жить в том же самом напряге не понимая этого не понимая того что я нахожусь в созависимости потому что самое главное что обычно люди живут так годами и не осознают почему они вдруг болеют почему у них болит все почему у них такая усталость апатия вот это вот ощущение дня сурка когда все все повторяется происходит такая выключенность вообще из жизни ты живешь ты автоматически там встал утром почистил зубы умылся ребенка покормил сделал то сходил магазин все а жизни нет ты даже молишься ты читаешь евангелие так вот пролистывается а жизни нет и я могу сказать что для того чтобы впасть в созависимость конечно нужны какие-то определенные предпосылки но чаще всего они из нашего детства как как и многое другое они из нашего детства к сожалению у меня было так что мой папа был в алкогольной зависимости это продолжалось длительное время и дети когда они растут в такой семье когда они видят что что-то не так происходит они пытаются это как-то ну исправить они они боятся того что они потеряли вот этот вот какой-то контроль над своей жизнью и потом они будут пытаются каким-то образом установить это все взрослой жизни и в созависимые получается попадает в этот пресловутый треугольник карпа карп мана карп мана и и он на первую очередь становится спасителем там три точки до преследователь спаситель и жертва и он начинает спасать спасать другого человека всего начинает от начинает того а как же он без меня а а вот я ему помогу а вот я сделаю то я сделаю это не понимать что этот человек может совершенно автономно существовать и быть нормальным свободным и делать все что ему хочется и очень часто в созависимых отношениях люди меняются местами то есть один становится зависимым другой созависимым и и меняется вот эти вот роли спасителя преследователя и жертвы и вот так же было у меня когда я взяла на себя как мне казалось вот такую ответственную роль что я должна помочь человеку как-то справиться он остался один он остался без друзей и мне хотелось давать 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 как бы в это время я ничем не наполнялась обратно ничего не шло того чтобы могло меня наполнить и и я думаю что вы видели видео которое записывала первым можете его посмотреть посмотреть на меня какая я в глубокой депрессии это уже была клиническая депрессия уже тогда на тот момент когда еще этого не осознавала это была клиническая депрессия которую нужно было лечить в стационаре подбором лекарств режима дня восстановление нормального сна так как нормального сна у меня не было уже много лет к этому времени я просто устала от жизни в один момент просто вставала утром и говорила господи почему я еще живу сделай так чтобы меня не было я не хочу этого всего понятно что меня не покидал страх не покидала тревога и когда я постоянно напряжена сейчас по себе вижу что вот это плечевой пояс тут все что должно держать и расправлять но меня не держала и не расправляла у меня есть новогодние фотографии это встреча этого нового года где вот так вот на одну сторону в общем это было ужасно это было ужасно потому что я начала болеть и у меня просто начался сыпаться просто весь организм потому что я пыталась и саму себя как-то спасти и в итоге я попала в такую ситуацию что кроме созависимости я получила еще расстройство пищевого поведения ограничительное расстройство пищевого поведения которое привело меня к анорексии сначала это было с одним партнером это было один раз это положил практически кохессия когда при моем росте который метр пятьдесят четыре я весила 32 килограмм и мне очень жаль и мне очень больно до сих пор что я не получила поддержки от близких они не обязаны были мне давать они свободные люди мне очень хотелось тогда получить поддержку от близких не только словами ты похожа на узника бухенвальд вот тогда тогда мне нужно было помогать еще тогда еще в 2008-2009 году а уже в прошлом году когда я опять стал худеть опять стал терять вес я испугалась потому что я знала уже что происходит я понимал что становится с каждым днем все хуже и хуже 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 и хуже а выхода нет и я не понимаю что с этим делать я пыталась поговорить с психологом с одним с другим так как это уже было не только не только расстройство пищевого поведения но клиническая депрессия и его созависимость причина это была созависимость я не могла найти просто эту причину я не осознавала себя созависимой а клиническую депрессию пришлось лечить слава богу я благодарю господа за то что со святой земли мне прислали лекарства которые да мне мягко говоря не очень подошли но вот эти вот 56 дней даже больше там 60 с чем-то пока я принимала эти лекарства я немножко выровняла свой эмоциональный фон мой мозг начал работать под руку и у меня наконец что-то где-то стукнуло перевернуло я поняла не знаю на чем остановилась у меня камера автоматически выключилась а вот как еще проявляется созависимость о том что люди кроме вот этой всей усталости от жизни и всего прочего они перестают осознавать свои эмоции вот так приходит человек и ты физически чувствуешь его усталость его раздражение его гнев его боль ты все это чувствуешь на себе некоторые говорят что это там ментальные связи там какие-то еще чего-то вот я не знаю что это но жить так это было невозможно и плюс к тому что я пыталась быть хорошей хозяйкой внимательной да вот там женские эти роли там книги там о том как быть женщиной учат тому что чтобы у другого человека было хорошее настроение не важно даже да пусть мужчина не мужчина что ты там должен там с улыбкой принять стать сделать все вот а человек раздражен человек устал человек пришел со своими эмоциями и ты думаешь а это же я виновата это я там что-то не так делаю это все я я я я я я плохой плюс еще меня постоянно клевали что вот у меня ребенок заболел я плохая мать у меня там то не получается то не получается я прикрикнула на ребенка я ударила по рукам потому что он решил сломать тумбочку мне угрожали меня постоянно клевали о том что я все не так делаю я не так кормлю грудью я не так нахожусь в одной комнате с ребенком не так сплю с ним не так его учу не отдаю в детский сад не хочу отдавать его в школу и все и вот из роли спасителя из одного уголка этого треугольника я переползла в роли жертвы все и мне уже теперь начали постоянно писать да сколько можно жить в этой роли жертвы все время там плачешься все время жалуешься все время у тебя все не так а это психологическая созависимость которая меня из одной роли плавно выпихнула в другую вот так я загляну свою шпаргалку так об алкоголе я сказала ага вот что я еще не сказала и да вот насчет жаловаться я жаловалась на том что нет смысла жизни на том что я не не понимаю зачем вообще жить и я снова и снова разочаровалась во всех отношениях со всеми людьми которые встречалась к сожалению не противоположности притягиваются люди увы и ах но притягиваются люди с похожими психологическими травмами поэтому меня и окружали люди которые сами находились в зависимости от своих родителей от своих близких еще с такими же проблемами и поэтому у меня не получалось построить нормальных человеческих отношений и семью о которой я так мечтала и так что самое главное оказалось в этом оказалось понять что я нахожусь в со-зависимых отношениях я осознала что это со-зависимость я осознала ее наличие и далее я себе поставила цель справиться с со-зависимостью и самое главное что я верю и самое главное убедить себя я верю в то что я с этим справлюсь я из этого выйду чтобы не случилось потому что как мне написал один человек что вы не живете а существуете я с вами согласна но для этого почему так было это были реальные объективные причины и так первое что я сделала и как советуют психологи это поставить себя во взрослую позицию то есть не в позицию ребенка который там пытается каким-то образом все контролировать помните да когда дети увидят алкогольную зависимость там или наркотическую в семье они пытаются что-то делать чтобы контролировать потом это все переносится во взрослую во взрослую жизнь осознать себя взрослой ответственной саму за себя выдохнуть и наконец-то понять что я могу дать себе все о чем я мечтала в детстве о том что мне необходимо было в детстве с этим пока еще тоже сложно я с этим работаю следующее это личное право на отказ отказаться чего чего бы то ни было это тоже огромный шаг к выходу из созависимости теперь слава богу я не должна соответствовать каким-то стандартам меркам рамкам я не обязана улыбаться я не обязана говорить то что хотят слышать другие хотя меня постоянно попрекали тем что если я что-то не так скажу аааа все да вот ты такая ты мне подсунула пирожок со стеклом вот ты такая я это тут хопа сразу опа чувство вины а я виновата я я не должна была так а я вот такая плохая а теперь все на этом все закончилось я взрослый человек я могу говорить то что я хочу если я считаю это нужно да может быть это грубо но это так следующее что я еще возможно не поняла не сделано то что советуют психологи это перестать ожидать перемен от того человека с которым вы находитесь в созависимости будь это мама не знаю ваш ребенок партнер муж жена люди не меняются с этим я уже тоже давно столкнулась люди не меняются и я когда сидела думала господи сколько я уже могу терпеть не могу я уже терпеть все я уже не хочу и сейчас я возвращаю к следующему я возвращаюсь к тому что я думала раньше о чем я мечтала раньше что я хотела раньше то что я буду делать то есть вот у меня появилось расстройство пищевого поведения не попало в игровую а в алкогольную наркотическую зависимость у меня появилось РПП вместо этого всего скажу это тоже не очень круто вот вот и теперь я пытаюсь основать свои желания во всех других сферах начиная от того хочу ли я спать хочу ли я есть хочу ли я пить хочу ли я куда-то идти что-то делать я отказалась простите Игорь от походов в магазин в том чтобы сделать мне модный приговор дорогой канал прошел через все его зрители простите но к сожалению в масс-марке так совершенно не продается то что мне нравится и я думаю что я смогу сделать так чтобы я выглядела так как я хочу выглядеть следую и следующий пункт это поговорить о своей боли это я делаю сейчас на камеру вот я представляю свою боль не знаю не знаю не знаю как я еще не совсем осознала где эта боль сидит но я чувствую ее на плечах мне хочется ее просто сбросить убрать 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 этот камень чтобы наконец-то не нести его я не хочу нести эту нож я не буду ее нести я имею право ее не нести я не хочу тащить на себе тот груз который я не могу тащить следующий пункт это спросить себя что не так с моей жизнью с моей жизнью не так будет все просто абсолютно все от начала до конца сегодня мне тоже хороший человек педагог моего сына сказал возможно вот эти вот пятнадцать лет это да это жизнь а сейчас начинается новая глава возможно это так возможно я перелесну страницу и получу новую жизнь такую как я хочу потому что до этого я жила чужой жизнью до этого я ждала того что случится случится переезд в другое место новое жилье появятся новые возможности новые возможности не появлялись новое жилье там не появлялось деньги с небес не падали я я отложила в очень долгий ящик свои планы на удочерение мне говорили отложи потому что ты сама не в ресурсе сама ничего не сможешь сделать что ты можешь сама я смогу я смогу и сделаю вот и сейчас самое главное что я буду делать это перенаправлять свое внимание на мою жизнь не соизмеряя ее с тем как живет человек который находится и самое наверное важное что нужно сделать если вы чувствуете что вы находитесь в зависимости обратиться к специалисту я советую друзья ваш чайок еще и не покрылся мой уже покрылся и память карта забилась пришлось отлечься я остановилась на том что самое главное это обратиться к специалисту если бы Господь сделал так что я собрала себя в кучу и я бы не пошла к врачу если бы я слава Богу если бы я не писала в фейсбук если бы меня не поддержали люди которые видели меня несколько раз в жизни меня бы наверное уже здесь не было ну а возможно я бы еще была жила существовала но не так я пошла в обычную нашу больницу к психотерапевту она назначила один препарат другой препарат потом это были не антидепрессанты это было не то что мне нужно мне советовали лечь в стационар так и два года назад я понятное дело отказалась потому что я не могу этого сделать и я не хочу этого делать мне назначили антидепрессанты спасибо Алина за лекарства я их начала принимать потихонечку вылезать из пропасти того что я вижу все вокруг все в черном цвете все в негативе все ужасно я из этого выбралась я стала улыбаться я стала радоваться жизни я вечерами вдыхаю запах цветущей белой акации и мне это нравится а еще я очень жду пока расцветет шасмин это мой любимый цветок простите за шум под окном ничего не могу поделать очень много машин вот я настоятельно рекомендую всем тем кто оказался в ситуации со-зависимости кто понимает что что-то происходит он не может понять в чем дело обратиться к специалисту не психологу потому что психологи на постсоветском пространстве это это не люди с медицинским образованием это не те люди которые вам выпишут необходимые препараты а очень часто эти препараты нужны потому что человек в со-зависимости он находится еще в полной физической усталости когда организм рассыпается если вы обратитесь к специалисту психиатру психиатерапевту к толковому который поймет что как вам помочь что с вами тогда будет много лучше я хотела еще рассказать вам как должны выглядеть правильные отношения правильные отношения в семье между родителями между мужем и женой между родителями и детьми между партнерами между друзьями ну как вам сказать у меня нет таких отношений поэтому я могу лишь прочитать то что советуют специалисты и то что говорят и есть 9 пунктов по которым вы можете понять что ваше отношение хорошее первое вы доверяете друг другу второе несовпадение ваших интересов это не проблема третье вы спокойно проводите время по отдельности четвертое вы согласны по важным вопросам пятое если вы не согласны по каким-то вопросам то конфликты решаются обсуждением шестое все ваши отношения происходят с обоюдным согласием ни один из партнеров не может требовать чего-то от другого седьмое вы смеетесь вместе восьмое за счастье в паре по отношениях к дружбе отвечают обе стороны и девятое вы не пытаетесь переделать друг друга то есть это я бы сказала веганские отношения когда вы живете так что всем комфортно экологично безопасно уютно всем не одной стороне а всем друзья я вас всех люблю мне пора искать сына который где-то убежал это к тому что с сыном у нас нет созависимых отношений он где-то с ребятами и что-то они там творят ой-ой-ой не знаю зато у меня было время попить чаю записать вам это видео пропылесосить сейчас поймаю сына вымою накормлю ужином и тоже буду ужинать я вас всех люблю всем психического здоровья всем пока а еще не пока я забыла самое главное я забыла о важном пункте экономическая зависимость финансовая зависимость к сожалению кроме психологической зависимости от другого человека я попала в финансовую зависимость и в этой финансовой зависимости я уже нахожусь шесть лет и я никак не могу из нее выбраться я пыталась работать пыталась каким-то образом обеспечивать себя это меня немножко выравнивало как раз моему сыну было где-то три года я стала чувствовать себя лучше уверенней уютнее я перестала оглядываться на то что я могу что-то там себе купить и не чувствовать при этом вины но в последнее время я нахожусь в полной финансовой зависимости я благодарна я безмерно благодарна тем людям которые тянут меня на себе которые присылают мне донаты я благодарна моим родственникам которые поддерживают меня сейчас финансово потому что я оказалась в ситуации когда я не могу заработать деньги на жизнь и я буду менять эту ситуацию я уже меняю эту ситуацию я начала это не вчера и не без вчера слава Богу я пыталась это делать даже находясь в ужаснейшем состоянии свою книгу которую вы видите каждый раз внизу в описании видео я дописала находясь в полной клинике с весом менее 40 кг с жуткой анемии постоянными головными болями мышечными болями полным бессилием и я смогла я сделала это слава тебе Господи я не знаю как дальше будет с моим заработком как я дальше смогу уверенно встать на ноги как это быстро произойдет а это произойдет в любом случае потому что у меня есть мечта чтобы у моего сына была сестричка он очень ее ждет очень очень вот поэтому обратите внимание еще на этот пункт финансовая зависимость это очень 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 сложно когда ты не можешь чувствовать себя спокойно и почему очень часто когда я просто писала крики о помощи в каких-то соц сетях в итоге я отказывалась от того что мне предлагали а все потому что я боялась опять впасть в зависимость а мне предлагают помочь оплатить там какие-то продукты вещи лечение а я не могу мне страшно я боюсь что опять опять что-то пойдет не так и все и я опять буду виновата виновата во всем поэтому ребята дорогие мои мое психологическое состояние психическое состояние улучшилось намного виновата я еще не поработала ни с чувством вины ни с тревогой ни с усталостью ни с днем сурка ни с своей несостоятельностью я еще не примирилась с тем что моя жизнь идет шла шла от ней по тому сценарию который бы мне хотелось мне очень горько было слышать да простят меня мои родные которые говорили что совершили ошибку из-за этого я не пошла учиться в медицинский институт из-за этого я не смогла продолжить обучение в регенском училище это было больно это было очень больно слышать и понимать что ты это не контролировал вообще никак тебе хотелось одного а тебя просто остановили где-то и твоя жизнь не просто перевернулась это горько это неприятно я не обижаюсь на этих людей это просто просто больно но сейчас я буду двигаться дальше надеюсь вашей помощью я как обычно не прошу ничего кроме лайк если вам понравилось это видео если вам оно чем-то было полезным подписки если вы еще не подписаны это поможет продвижению канала комментарии не менее чем 7 слов увы так работает youtube можете делиться этим видео со своими родными близкими со своими друзьями и я буду очень рада видеть всех вас здесь и встретиться за новой чашечкой чая помните я вам обещала еще рассказать про детскую молитву а алекс немножко подготовился и так как он у меня юный блогер он очень любит смотреть Анну Мусан Леви и вообще обожаю семейство Леви мечтает поехать в Иерусалим я знаю что у него все получится и он увидит и святую землю и это чудное семейство но он же учится снимать видео у лучшего гида Иерусалима вот поэтому он снял о том какие он молитвы читает и как это он делает я не знаю качество видео если честно еще не смотрела если что я вам поставлю какую-то икону и будет идти звук а самое важное я благодарна всем тем кто пришел на мой канал я люблю каждого из вас я благодарна каждому из вас я благодарна Богу за то что я здесь я живу за то что у меня такой прекрасный сын который уже пришел всем пока побежал встречать сын принес вещи и убежал к соседке к бабушке соседке пошел играть с кошечкой которую зовут Шнурочек до сих пор 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 до сих пор